Сегодня утром в СМИ Санкт-Петербурга сообщили печальные новости о семье Ксении Собчак. Никита Михалков, Константин Хабенский, Данила Козловский и другие известные артисты разгромили и одержали полную победу над семейством Ксении Собчак. Вчера вечером был взят под стражу последний член ранее известной семьи. Арест производили сотрудники полиции и Следственного комитета в Москве в Театре на Малой Бронной. В результате долгой следственной работы и выяснения всех обстоятельств был арестован российский деятель культуры, театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной и супруг Ксении Собчак Константин Юрьевич Богомолов. Органы надзора не первый месяц следили за Константином Богомоловым, собирали доказательства и ждали удобного момента для ареста. Причины для задержания более чем серьезные. Постоянные жалобы зрителей на театрального режиссера, так как его театральные постановки имеют более чем свободный формат и развращают современную молодежь. Не уплата налогов в течение семи лет. Константин Богомолов создал семь частных театров, но не захотел делиться своим доходом с государством. Ничем не обоснованные, колоссально завышенные цены на спектакли Константина Богомолова. Билет на одно театральное представление стоит от 40 до 50 тысяч рублей. Полиция Санкт-Петербурга имеет неоспоримые доказательства, что Богомолов незаконно накручивал цены на билеты и большую часть суммы складывал себе в карман. Ну и, наконец, самое тяжкое обвинение. Константина Богомолова обвиняют в пособничестве семьи Собчак и попытке нанесения тяжкого вреда здоровью Никите Михалкову. Сегодня утром у Константина Юрьевича прошла первая очная ставка со своими родственниками Ксенией Собчак и гражданкой Нарусовой. По данным полиции, граждане Собчаки ведут себя очень недружно, ссорятся и переваливают вину друг на друга. Хорошо известно, что у Константина Богомолова давно не сложились отношения со своей тещей, а совместное несчастье еще больше рассорило их. На данный момент известная семья находится в полиции. Для Ксении Собчак и ее матери приговор был уже оглашен, а Константин Богомолов находится в ожидании наказания.